Маджери Беннетт, австралийская актриса, работавшая в основном в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах. Начала свою карьеру в эпоху немового кино. Родилась в Йорке, Западная Австралия, 15 января 1896 года. Ее сестры Энит родилась в 1893 и скончалась в 1669, и Кэтрин родилась в 1901 и скончалась в 1978, также были голливудскими киноактрисами. Беннетт начала сниматься в кино в 1917, а позже перешла на звуковые фильмы, где снималась в эпизодических ролях, к примеру, «Миссия Верду», 1947-го Эббот и Костел встречают убийцу, Борис Карлов, 1949-го и «Вашингтонская история», 52-го. Была замужем за выримом Кэдди-младшим с 1932-го до его смерти в 1976-м. В 1952-м она появилась в роли квартирной хозяйки Чарли Чаплина в фильме «В центре внимания». Позже она была приглашенной актрисой в Великом Гилдерсливе, в Театре Четырех Звезд, Серженте Престоне Сьюкона, Я люблю Люси, Театре Звезд Шлица и Декабрьской Невести. В период с 1958-го по 1961-й она появилась в роли Аманды Комсток в трех эпизодах сериала ABC «Настоящие Маккои» с Ултером Брэнноном в главной роли. С 1959-го по 1961-м она 10 раз снималась в роли Блоссом Кенни в сериале CBS «Много любви Добби Гиллиса» с Дуэном Хиткманом в главной роли. В 70-х снималась на телевидении в фильмах «Миссия невыполнима», «Адам-12», «Чипсы», «Ночная галерея», «Макмиллана жена» и «Фелис». Также у нее была роль в телевизионном фильме 1973-го года «Последнее дело Брока». Также в фильме 1973-го года «Чарли Варик» с Ултером Маттовым в главной роли Беннетт сыграла Мисси Стафт, пожилую садовницу, живущую в трейлерном парке, которая убеждена, что каждый мужчина, которого она встречает, хочет ее соблазнить. Беннетт также снялась в нескольких телевизионных рекламных роликах в 70-х годах. Последний раз она появилась на экране в 1980-м в сериале ABC «Барни Миллер». Беннетт скончалась в Голливуде, штат Калифорния, 14 июня 1982-го года. Ее праг был захоронен в Колумбарии, рассвета Великого Мавзолея на кладбище Мемориал Парк в Фрустлауне в Глендели.